В этом уроке рассмотрим типы объектов, которые используют для создания сцен в качестве исходного строительного материала. Существует 14 типов объектов. Первый тип объектов это геометрические примитивы, о которых мы говорили в предыдущем уроке. Это сфера, цилиндры и так далее. Я все переселять не буду. Второй тип это бесконечные плоскости. Бесконечные плоскости имеются три бесконечных плоскости. Это вода, грунт и облака. Вызывать объекты можем с помощью пиктограмм, либо с помощью главного меню. Создать и здесь выбираем. Третий тип объектов это альфа плоскости. Служит для сохранения информации о степени прозрачности изображений, то есть альфа-каналы. Четвертый тип объектов это рельефы земной поверхности. Рельефы, пожалуй, одной из самых привлекательных особенностей программы ВОЯ. С их помощью относительно легко создаются гиперреалистические пейзажи. Пятый это растения. Чтобы рельефы не выглядели голыми, они покрываются разнообразными типами реалистически созданных моделей растений. Шестой тип объектов это полигональные 3D модели. Чтобы загрузить 3D модель, надо выполнить команду в главном меню File, Load Object. Седьмой тип это текст. Чтобы создать трехмерные буквы, надо вызвать окно редактора текста. В верхней части окна редактора текста имеется поле предварительного просмотра с панелью стандартных инструментов. Там размещены 2 пиктограммы, соответствующие инструментам визуализации. Затем 2 пиктограммы отмены и восстановления действия. Также пиктограммы увеличения или уменьшения масштаба текста. И 4 пиктограммы инструментов восстановления начального расположения текста. И в конце 2 пиктограммы инструментов уменьшения и увеличения количества полигонов, составляющих буквы. Самостоятельно проверьте действия всех пиктограмм. В нижней части окна размещены 4 закладки. Закладка текст. Здесь мы можем создавать собственно сам текст. Здесь вот в поле ввода. Также задаются размер текста букв, расстояние между буквами по горизонтали, вертикали. И как в ворде характер формирования текста. В группе стиль текста можем задать шрифт в списке фонт. Стиль его. Наклон. Либо загрузить стиль, щелкнув по кнопке load стиль. На закладке bevel можно задать различные виды скосов для создания эффекта объемных букв. Изменяйте параметры ширины скоса и глубины. А также щелкните по пиктограммам, задающим различные профили скосов. Для этого еще нужно поставить галочку. На закладке extrusion можно задавать различные способы выдавливания букв. На закладке материалы доступны различные материалы для различных частей букв. Отдельно для переднего и заднего скосов буквы. Восьмой тип объектов это скалы. О них будет подробно рассказано в дальнейшем. Девятый тип это планеты. Для настройки внешнего вида планеты работайте с параметрами, приведенными на панели свойств. Фаза это задает степень затененности планеты. Например, как сейчас серп. Либо можно делать половинку, либо полностью открытую планету. Яркость задает с какой яркостью освещена планета. Кнопкой select planet можно из списка выбрать планету. В данном случае луна Омон. На вкладке numeric можно задавать точные перемещения планеты. Либо приблизительно можно перемещать, вращать и масштабировать планету вручную. С помощью ручного манипулятора Gizmo. Десятый тип это облака. Metacloud. Этот объект является дополнительным к облаковым слоям. И применяется, когда надо создать тяжелое грозовое облако или облака. Создать данный объект можно, щелкнув в пиктограмме Metacloud. Либо через команду главного меню объекта. Для создания Metacloud должна быть выбрана атмосфера сферическая. Сферикал атмосфер. С мета облаками можно делать любые манипуляции, которые доступны с обычными объектами. Перемещать, вращать, масштабировать. Кроме того, они получаются весьма реалистичными. Одиннадцатый тип объектов это источники освещения, о которых мы поговорим отдельно. Двенадцатый это групповые объекты. Различают два применения групповых объектов. Во-первых, для простого объединения, как контейнер, выделенных объектов сцены. Вот, допустим, я создам сейчас, допустим, три объекта. Это у нас сфера будет, цилиндр и, допустим, конус. Вот так их размещу, чтобы видно было. Камеру мне нужно, конечно, подвинуть. И теперь выделю их рамочкой, либо можно выделять с помощью клавиши Ctrl, вернее Shift. И нажму кнопку группировки. Теперь это получилась группа, как один объект. Мы ее можем манипулировать как одним объектом. С помощью инструментов масштабирования, допустим, перемещения и так далее. Чтобы разгруппировать группу, опять нажимаем на эту кнопку, которая уже превратилась в Ungroup объект. И теперь мы ее разгруппировали. Во-вторых, сгруппированные объекты применяются для выполнения над ними определенных операций. Если вы изучали 3D Max, вы узнаете про булевые операции. Здесь то же самое. Это логические операции, такие как объединение объектов, сечение. То есть остаются те части объектов, которые занимали одно и то же место в пространстве. То есть пересекались, были общими для выделенных объектов. Также разность остается часть первого выделенного объекта, из которого удаляется то, что занимал второй выделенный объект. И так далее. Вот, допустим, я сейчас выделю какой-нибудь объект. Удалю его, чтобы осталось только два. Совмещу, вернее, приближу один к другому, чтобы они соприкасались. То есть входили друг в друга. Выделю оба объекта. И нажму на кнопку булевые операции, удерживаю и выбираю, какую операцию мне нужно сделать. Вот, допустим, это дифференс будет. И теперь мы видим, что... Давайте я просчитаю, чтобы видно было. И в результате мы получим разность объектов. Сделайте также самостоятельно другие логические операции над объектами. Для результата важно то, имя какого объекта из группы объектов было первым. Я сейчас отменю это действие. Вот какое было первым здесь в списке проводника проекта. Какое вторым. Если мы поменяем последовательность объектов и выполним ту же операцию, то получим другой результат. То есть тот объект, имя которого стоит в списке ниже, вырезает отверстие по своей форме в том объекте, имя которого стоит выше в списке. Чтобы поменять местами объекты, можно их просто перетаскивать. Теперь рассмотрим, как работает пиктограмма MetaBlob. Создам два объекта также. Совмещу их, выделю вместе и нажму на эту пиктограмму. И у нас получилась совсем другая форма, как мы видим. Если нам такая, допустим, форма не понравилась, еще раз нажимаем кнопку OnGroup объект, разгруппировка. Что-то сделаем, допустим, вот увеличу, да, сферу. Как-то ее передвину еще. Еще раз создам MetaBlob. Получается другая форма. Если, допустим, нужно сделать из одного объекта, вот я цилиндр, либо сферу удалю, цилиндр оставлю. И сделаю ту же операцию с одним объектом. Так, я ее сейчас подниму повыше. То она будет сглаженная. Следующий тип объектов 13-й, это вентиляторы. Вентиляторы добавляются в сцену только для воздействия на растения, листья, траву. На остальные объекты сцены вентиляторы не оказывают воздействия. Различают два типа вентиляторов. Это направленный и рассеянный. Вот здесь вот указаны они. И, наконец, 14-й тип объектов, это камеры. Камеры будем рассматривать в отдельном уроке. На этом я этот урок закончу. В следующем уроке мы немного попрактикуемся. Продолжение следует...